И очень важное сообщение, друзья, я наконец знаю, почему в Москве называется шаурма, а в Питере шаурма. Честно знаю, не скажу. Но лингвисты сказали, они, лингвисты, ко мне часто обращаются, потому что когда слышат, что я пою, они очень недовольны. И лингвисты сказали, что я пою, что я пою, они очень недовольны. Как-то все кажется ясно, причина и следствие. Найдется и тот, кто вдруг изменит последствия. Все, что было понятной и бесплатной аксиомой, становится невыятной и сомнительной основой. Сверхнули молнии при солнечном свете, многие бы вздрогнули, но никто ничего не заметил. И небо по-прежнему синее, и не началась гроза. Это просто кто-то, один из нас, успел приоткрыть глаза. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моря. Я вдыхаю это небо в себя. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моря. Я вдыхаю это небо в себя. И все затопталось следами. Теперь это явное место. Да все, что раньше скрывалось годами, внезапно стало известно. И вдруг оказалось, есть тот, кто прожил один среди стен. И просто так любил жизнь, ничего не имея взамен. Вот тут и приходит момент, как это обычно бывает. И ничего не получать в ответ, со временем надоедает. И все становится прежним, как это было давно. Но, наверное, как происходит, так оно и должно. А я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моря. Я вдыхаю это небо в себя. Я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моря. Я вдыхаю это небо в себя. А я читаю небо, как рассказ между строчками. Многие судьбы летают белыми точками. Есть еще непридуманные, среди которых моря. Я вдыхаю это небо в себя. Многие судьбы летают белыми точками.